23 ноября 2023 года В своей выставке она представляет произведения живописи, графики и прикладного искусства, которая раскрывает перед зрителем темы природы и человека, мифов и легенд, создающих свой духовно-материальный мир образов. А это выставка, которая заставит вглядываться и задуматься тех людей, кто ценит и уважает бурятское искусство, кто ценит и уважает историю замечательного бурятского народа. Поэтому для нас, для иркутян, это праздник. И я надеюсь, что этот праздник останется в душе не только автора, останется в душах тех, кто будет приходить любоваться этими прекрасными работами. Мы желаем вам вдохновения, желаем вам, я со своей стороны желаю вам, хороших учеников, вашей отдачи и вашего труда, вдохновения и всего-всего, чтобы на самом деле ваша педагогическая деятельность передалась и отразилась как в солнышке, в слезке, в капельке, в окошке. И чтобы они были не только в вашем повторении, они были еще лучше вас. В своих произведениях художник обращается к образам ангонов, культовым изображениям духов предков, сохранившихся в собрании многих музеев, которые также можно отнести к произведениям изобразительного искусства бурят. В своем творчестве автор развивает традиции бурятской буддистской живописи, бурят-зурак, монументальный, локальный, по цветовым пятнам, созвучный и гармоничный, по колориту. От имени администрации Хирид-Балагатского района Екатерина Владимировна я хочу поздравить вас с открытием персональной выставки. Наверное, хочется сказать, что открытие выставки, это наше непростое, стремительное время, это большое событие. В этой стремительности, мне кажется, зачастую мы можем потерять какие-то нравственные ориентиры, тем более время у нас бурное, широкое, в огромном количестве информации можно иногда и потеряться. И мне кажется, именно художники, и, скорее всего, правильнее сказать, наверное, все деятели искусства и культуры, они несут в общество духовную истину и красоту. Екатерина Владимировна, вы большой молодец, вы такая активная, несмотря на такой свой внешний очень скромный вид, вы делаете очень большое дело, да будут теплы ваши ладони, да будут горячим ваше сердце, да будут зорким ваш взгляд, да будет долгой и чистой ваш путь-дорога. Хочу выразить вам большую благодарность нашему районному отделу культуры, управлению культурой Сердынского округа, Ирина Спасовна, вашему учреждению, Центру художественных народных промыслов, за такую поддержку нашей племяннице, нашей сестренке. В общем, одним словом, Катюша, мы тобой гордимся. Дерзай! Ну, мы знаем, что искусство любит людей с тонким вкусом, и вот у неё такое удивительное видение этого мира, видение культуры своего народа, что восхищаешься её талантом. Спасибо большое, Катя. Ну и на Бурятском хочу ей пожелать. Ну и работа я давно запомнил. Вот этот особенность «Синий бык», он совершенно оригинальный, потому что он настроен по очертанию, по масштабу здесь. И он совершенно замечательный, вот своими особенностями, пропорциональными, кстати, горы оригинальные. Потому что горы вообще восточной, китайской, там, вонгольской, они рисуются по-разному, но вот это какая-то у неё самобытную почерк, вот такая линия. В 90-е годы она поступила в художественное училище Иркутское, потом после окончания поступила в Ленинградскую академию имени Мухины. Эти трудные 90-е годы училась она там. Ну и в то же время она участвовала в восстановлении храма, буддийского храма в Санкт-Петербурге. Делала там витражи. Так что она не только рисует, но и делает витражи. Но хочу особо отметить сегодня, значит, руководители Ирину Анатольевну, Ирину Спасовну, то, что поддержали мою дочь. Спасибо большое. И старейшим художникам, то, что тоже пришли, значит, на выставку моей дочери. Спасибо. Очень приятно быть здесь. Прекрасно выглядите, прекрасной работой. Ну, я видела большинство из них уже, правда, в электронном виде. Но сейчас можно посмотреть вживую, чему очень рада. Надеюсь, ещё вместе поработать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за тёплые слова в адрес Екатерины. Я думаю, что на этом мы торжественную часть уже так официально закроем и откроем неофициальную, когда можно уже около картин поздравить, поговорить, пообщаться. Приятного просмотра. В своём творчестве Екатерина Ассалханова обращается к традиционной культуре и передаёт накопленный богатый опыт подрастающему поколению. Творчески переосмыслив художественно-культурное наследие, преподаватель и учащиеся в художественном отделении Усть-Ордынской детской школы искусств создают собственные интерпретации бурятской живописи, которые сделали возможным сохранение, продолжение и преемственность уникальной национальной культуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok